Свечи, молитвы и запах ладана. С раннего утра в Казанском Богородицком монастыре субботнюю литургию читает митрополит Кирилл. Сотни православных несут в храм главные символы Светлой Пасхи – яйца и куличи. Везюм, орехи всякие различные. В пасхальной корзине у Ангелины Витмиш яйца всех сортов. Сладкие из сухофруктов, куриные, перепелиные и даже яйца индоутки. Все свое. Бережно везла из дальнего города Березники и Пермского края, чтобы в Казани осветить пасхальные дары. Ой, да конечно, это благодать. Это еще раз помолиться. Может быть, даже получится поговорить с Господом. В Казань в эти дни приезжают со всей России. Наталья Хромцова на службу вместе с дочкой прилетела из Москвы. Для них сегодня особенный день. Это семейный праздник. Для меня, в первую очередь, он, наверное, как Новый год и еще какой-то, да? Ну, то есть мы не очень церковные люди, я бы сказала, но Пасху мы отмечаем всегда. Ну, вот и детей пытаемся тоже приучить к этой традиции. Бабушка, а какую Пасху встречали? Вот знаешь, Максим, когда тебе подарят первое пасхальное яйцо, нужно обязательно загадать желание. Если у тебя будет в душе вера и любовь, то твое желание обязательно исполнится. Традиции Светлой Пасхи бережно хранят и передают из поколения в поколение в селе Никольское. Всей семьей убирают дом и двор перед праздником, а после собираются семьями. Топят печь сосновыми шишками и дровами, ставят на огонь лук со свеклой. Раньше мы яйца красили в луковой шелухе и в свекле. Вот попробуй-ка в луковой шелухе, а ты попробуй в свекле. Ничего себе! А мы сейчас свой способ покажем! Алые и золотые яйца, как с картинки, но и у современного поколения тоже есть свои хитрости. Краски всех сортов, наклейки, минута и пасхальный стол готов. По старой русской традиции, если яйцо с покрашенной скорлупой треснуло, то выбрасывать его ни в коем случае нельзя. Нужно дойти до водоема и аккуратно опустить яйцо в воду. Тогда и весь год будет хорошим. У пекарей хлебокомбината горячая пора. За ночь и утро надо испечь 30 тысяч куличей. Все по традиционному рецепту. Мы выпекаем куличи по традиционной технологии из натуральных компонентов. С добавлением ярких цукатов и сочного изюма. Наш кулич покрыт белоснежной ароматной глазурью и украшен декоративной посыпкой. Но прежде чем попасть на прилавок, каждый кулич освящают. Куличи являются неотъемлемой традицией нашей православной жизни. И так же, как любая православная вещь, она требуется, нуждается в освящении. Великую субботу перед Пасхой еще называют тихой. Церковные служители советуют провести эти дни с близкими и родными и попросить Бога о сокровенном. Важно найти для себя эту жизненную опору. В этом фундаменте заложено Слово Божие, где камнем веры является Сам Спаситель мира. Господь наш Иисус Христос, воскресший сегодня тридневно для спасения всего человечества. Поздравляю вас всех. Христос воскресе. Воистину воскресе. Уже этой ночью во всех храмах пройдут пасхальные службы и крестный ход. И колокольный перезвон в каждый дом принесет благую весть о начале светлого Христового воскресения. Наталья Мезина, Игорь Романов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100. Телефон в Казани.